В художественном наследии Урубеля эта серия картин, пожалуй, самая загадочная и таинственная. Большая ее часть посвящена поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон». В 1891 году художник создал 30 иллюстраций к его юбилейному изданию сочинений. После этого был перерыв длиной почти 10 лет. Урубель рисовал демонов страстно и вдохновенно. Для него этот персонаж выступал символом трагического одиночества и внутренней борьбы человека, воплощением его сомнений, душевных метаний и тягостных раздумий. По словам художника, демон является не столько злобным духом, сколько страдающим и скорбным, но вместе с тем властным и величавым. Демон сидящий Одно из самых известных полотен серии написано в доме русского предпринимателя и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Его образ зародился у художника еще во время работы над росписями Гагеевского Владимирского собора. Сидящий демон выглядит печальным. Для изображения окружающего пейзажа художник вдохновлялся причудливыми кроплениями и прожилками взломов горных пород. В нем чувствуется влияние византийских мозаик и фресок, которые изучал художник в то время. Демона летящего в рубле создавал уже в пору творческого подъема и уверенности в своих силах. Летящий демон почти абстрактен, путь ему преграждают собственные крылья. Однако работа осталась незаконченной, многие детали на картине прорисованы плохо или вовсе отсутствуют, отчего авторский замысел не до конца понятия. Демоны повержены – своеобразный итог серии. Герои окончательно низвернут в хаос небытия и безну страданий. Необычные ломанные формы демона поверженного вызывают ассоциацию с пытками, а его лицо напоминает театральную маску. Грубель продолжал дорабатывать картину даже тогда, когда она уже находилась на выставке, прямо на глазах у публики, чем немало пугал окружающих. К этому времени физическое и психическое состояние художника стало ухудшаться. Данные обстоятельства породили слухи, будто живописец продал душу дьяволу. Все полотна выполнены характерным для урубеля способом. Краски нанесены на хвост широкими плоскими мазками с помощью мастихина – специального ножа, используемого в масляной живописи. Таким образом создается впечатление, будто это не картины в оси, а витражи или панно. Кроме того, выразительная фактура добавляет образом, объем, подвижность и текучесть. Основу, используемую художником Палитры, составляют три главных цвета – золотистый, пурпурный и синий ловый. В искусствоведении за этой врубельской триадой закрепился особый литературно-поэтический образ, придуманный известным поэтом Александром Александровичем Блоком. Так, золотистые по его классификации – оттенок заката, пурпурный зари, осиний лиловый, небо и ночи. Подобный прием создания символического цветного мира часто встречается в иконописи или у художников, рисующих нереалистичные картины, например, у Джоту де Бандоне или Эль Греко. Особое значение имеют задние планы картин. Они не просто выступают декорацией, а делят с героем смысловую нагрузку. Это единство проявляется и в совместном формировании эмоций у зрителей, и в одинаковой с главным образом факторе и форме. Например, если взглянуть на сидящего демона, то можно заметить, что он нарисован точно в такой же мозаичной технике, как и окружающие его каменные кристаллические цветы. Стремительное движение демона летящего подчеркивается течением бурной реки, скорее всего Терека. Изгибы тела демона поверженного столь же угловаты, как и острые вершины, находящихся позади у него скал. Еще одна значимая деталь – композиция и формат полотен. Тимону сидящему явно тесно в рамках холста. Его вертикальная фигура заключена в доминирующую горизонтальную плоскость и срезана рамками картины. Отсюда ощущение бесконечности мира и скованности главного героя. Фигура летящего демона, хотя и вытянута по горизонтали, сообразованная с его движением, но крыльям определенно не хватает простора. Они скомканы и воспринимаются неуместными, будто демон не знает, что с ними делать. Равноудаленность от границ холста намекает на бесцельность полета. В формате, в который вписано тело поверженного демона, разница между высотой и шириной ощущается не так заметно, как в случае с сидящим демоном. Это усиливает изломанность позы. А диагональное расположение образа помогает передать стремительность падения. Субтитры создавал DimaTorzok